Добрый вечер, в эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Федеральная налоговая служба уже давно и прочно занимает лидирующие позиции среди государственных органов по внедрению различных информационных технологий. И в первую очередь это направлено на развитие интерактивных услуг. Об этом мы не только говорим с Аллой Кондаковой, начальником отдела работы с налогоплательщиками. В настоящее время сайта налог.ру на нем представлено 40 электронных сервисов. Причем это сервисы, которые позволяют, не выходя из дома или офиса, получить огромный спектр информации. Узнать адрес налоговой инспекции, записаться на прием, подать документы на регистрацию в качестве организации или индивидуального предпринимателя. Сделать различные выписки также в электронном виде. И более того, оплатить имущественные налоги. А поскольку тема эта сейчас более чем актуальна, я думаю, что наши телезрители тоже воспользуются вот такими возможностями. Какими из этих возможностей пользуются чаще всего? И может быть сложнее всего разобраться в каких-то вопросах определенных? У вас все формулировки, это вам все просто. А нам, обычным жителям, кажется, что там темный лес на самом деле. Ну, тогда, наверное, мы разделим наши сервисы на те категории, на те целевые аудитории, для которых они развиваются, для которых они созданы. Ну, в первую очередь, организации индивидуальные предприниматели. Это, в общем-то, те налогоплательщики, которые более серьезно ведут свой бизнес. Они, в общем-то, оперируют в основном и всеми нашими понятиями налогового законодательства и так далее. Но, тем не менее, вопросов тоже у них достаточно много. Ну, что касается наиболее популярного сервиса, то, наверное, стоит назвать сервис «Риски бизнеса. Проверь себя и контрагенты». Традиционно он такой занимает лидирующее место по использованию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Собственно говоря, этот сервис, он объединяет в себе порядка десяти информационных ресурсов, в которых содержится большой объем информации. Собственно, что за ресурсы, да? То есть, что можно будет посмотреть? Это информация о регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Это информация о дисквалифицированных лицах. Информация о тех организациях, связь с которыми по адресу, указанному в реестре, не поддерживается. Интересным является ресурс, содержащий в себе сведения о тех организациях, которые имеют задолженность по уплате налогов свыше тысячи рублей и не представляющих отчетность более года. Это те сервисы, которые позволяют налогоплательщику при заключении каких-то договоров с поставщиками, контрагентами проявить должную осмотрительность. Проверить, так сказать, выделить 10 минут на проверку своего будущего партнера через такие ресурсы. Разобраться в них легко. Да, достаточно легко. То есть это форма, которая заполняется на сайте. Туда вводятся те данные, которые есть у желающего посмотреть, какого-то контрагента или поставщика. Но в основном это или ИНН, или ОГРН. То есть тот реквизит, который всегда есть в распоряжении налогоплательщика. И это же будет удобно, если мы планируем только открывать свой бизнес. Конечно. Чтобы разобраться на этом рынке услуг, что есть, как себя вести, куда подавать документы. Одну бумажку просрочил, уже масса проблем. Совершенно верно. Но здесь есть отдельный ресурс для тех, кто только начинает свой бизнес. Тот, кто делает первые шаги, скажем так, на этом поприще. Это отдельный онлайн-сервис, также доступный на сайте налог.ру. Создать свой бизнес. Причем, что, наверное, немаловажно, все-таки, действительно, этот сервис, он абсолютно простым языком написан. Там нет сложных формулировок, нет каких-то сложных категорий. То есть это сервис, который представляет собой пошаговую инструкцию для тех, кто собирается зарегистрировать и дальше вести свой бизнес. Причем отдельная инструкция для тех, кто будет себя регистрировать в качестве индивидуального предпринимателя. И отдельная для юридических лиц. Ну и прежде всего, скажем так, эта инструкция, она помогает не только зарегистрироваться, но и, как вы правильно заметили, что дальше делать. То есть, действительно, зарегистрироваться этого недостаточно. Надо вести бизнес, надо уплачивать налоги. Несвоевременная уплата влечет за собой серьезные штрафные санкции и так далее. То есть это действительно очень важный сервис. Причем репутация у нас сейчас такой же ресурс, как и денежный ресурс, скажем так. Сейчас у всех есть личные кабинеты, просто везде зайти, посмотреть все данные, которые меняются. Но я думаю, что это люди нашего с вами поколения, нам просто. Те, кто постарше или помоложе, вот там, наверное, есть какие-то трудности. Ну, что касается личного кабинета налогоплательщика, это наш, скажем так, золотой сервис. Тот сервис, который мы продвигаем уже давно. Но, значит, и сейчас я хочу сказать, что у нас есть для всех категорий налогоплательщиков уже свой личный кабинет. Начинали мы с личного кабинета для физических лиц. И в 2014 году у нас появляется личный кабинет для юридического лица. Ну, а наша новинка – это буквально вот 4 месяца, как действует личный кабинет индивидуального предпринимателя. То есть все категории охвачены. Но, что касается сложности, наверное, есть ряд сложностей определенных, да, но если человек хотя бы уверенно просто пользуется компьютером, да, и может посмотреть какую-то информацию в интернете, я думаю, что серьезных проблем не возникнет. Опять же, что касается личного кабинета для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, то здесь намного проще интерфейс, намного больше, скажем так, возможности понять, даже не читая инструкцию, что надо делать, какой выбрать раздел и так далее, да. То есть на самом деле это достаточно легко. Но вот что касается статистики, если мы говорим про юридические лица, то у нас порядка 400 организаций на территории Рязанской области уже имеют свой личный кабинет. А что касается индивидуальных предпринимателей, то только вот за 4 месяца последних у нас подключилось почти 350 индивидуальных предпринимателей. Вот один из самых сложных вопросов – усиленная неквалифицированная электронная подпись. Даже произнести, наверное, не сразу получается, что это такое, чтобы телезрители понимали. Ну, на самом деле звучит страшно. На деле оказывается, что это очень удобная вещь. И что касается усиленной неквалифицированной электронной подписи, то я сразу хочу сказать, что это имеет отношение у нас только к налогоплательщикам физическим лицам, которые подключены к сервису личный кабинет для физических лиц. Вот только для этой категории введено такое понятие. Ну, чем отличается усиленная квалифицированная подпись от усиленной неквалифицированной подписи? Так, чтобы мы просто понимали. Значит, усиленная неквалифицированная электронная подпись, она выдается на безвозмездной основе и именно предназначена для того, чтобы осуществлять различные действия из личного кабинета. Что касается усиленной квалифицированной подписи, то это электронная подпись, которая, как правило, выдается на платной основе организациям, индивидуальным предпринимателям. Ну, может быть, и частному лицу, но в основном этим пользуются организации и предприниматели. И выдается она удостоверяющими центрами, почему на платной основе, которые, собственно, оказывают вот такие услуги, аккредитованные Минкомсвязи России. А вот в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, причем только в этом году, это новшество действительно, да, впервые предусмотрена электронная подпись, которая позволяет, скажем так, подтвердить отправку того или иного документа из личного кабинета, да, при этом она выдается абсолютно на бесплатной основе, генерируется она в самом личном кабинете, да, вот, и, в общем-то, в течение, ну, буквально там 50 минут пользователь в личном кабинете, пройдя по специальной ссылке в разделе «Профиль», может сгенерировать себе электронную подпись, которая будет полноценным, скажем таким, инструментом для взаимодействия с налоговым органом. Ну, опять же, вот хотелось бы сказать, что перечень тех документов, которые будут передаваться через личный кабинет и подписываться электронной подписью, усиленной, неквалифицированной, да, он постоянно растет. Вот сейчас можно направить порядка 7 документов, вот, до конца года этот перечень будет расширен до 13 документов. Ну, вот так, чтобы было совершенно понятно, да, я думаю, что большинство наших телезрителей когда-либо подавали декларацию по форме 3НДФЛ о доходах, да, либо в связи с получением налогового вычета, либо в связи с продажей, либо там по какой-то другой причине, да. Так вот, теперь можно отправить из личного кабинета эту декларацию и не дублировать ее на бумажном носителе. Вот я хочу сделать акцент именно на этом, что электронная подпись, она позволяет не дублировать на бумаге тот документ, который ушел в налоговый орган. Он принимается, он загружается в базу данных налогового органа и, собственно говоря, дальше с ним работают так же, как если бы вы принесли его на прием к инспектору и сдали бы в окошко. То есть вот в этом все преимущество быстро, удобно, несложно, потому что ясно, что платильщики, да, которые пользуются у нас личным кабинетом для физических лиц, это вот еще раз, да, мы говорим о том, что все-таки это, ну, не совсем уверенные пользователи, да, скажем так. Есть люди, которым важно посмотреть на человека, принести бумажку конкретному человеку. У меня есть такие, кто платит до сих пор так коммунальные услуги, несмотря на то, что их можно оплатить через тот же интернет, то есть проще вот отдать бумажку из рук в руки. Есть такое недопонимание еще, может быть, у старшего коллеги? Есть, нет, на самом деле есть и действительно здесь, наверное, все-таки возрастной такой вот ценз есть, да, потому что молодежь, она уже привыкла, она в интернете. Она бесстрашная. Абсолютно. Они пробуют, они подключают себе все виды кабинетов, да, значит, как на госорганах, так и в каких-то коммерческих организациях, вот, естественно, они мобильнее, они активнее, да, но, тем не менее, мы все-таки проводим полномерную работу и по продвижению вот наших таких электронных трендов и для более такой категории возрастной, да. Вот как пример достаточно интересный этим летом у нас налоговая инспекция города Рязани проводили семинар для посетителей клуба досугого выходного дня для пенсионеров. Да, вот такой вот был интересный. Кто больше узнал, хочу спросить. Вот, на самом деле, было очень интересное мероприятие. Мы, значит, писали на нашем сайте в новостной ленте, на налог.ру. То есть пенсионеры очень активно смотрели, подключались к личному кабинету, да, наши услуги, сервисы. Были для них, в общем-то, ну, может быть, не с первого раза, но достаточно понятны, я считаю. То есть пример того, что, на самом деле, наверное, не стоит бояться. Ну, стоит пробовать, смотреть, тем более, тем более, вот сейчас все-таки хотелось бы мне в преддверии срока уплаты имущественных налогов, 1 октября, напомню, да, такая, в общем-то, дата у нас, значит, транспортный, земельный налог, налог на имущество физических лиц, должны у нас уплатиться, должны быть уплачены физическими лицами до этого срока, до 1 октября. Ну, буквально считанные дни остаются, да. Опять же, на помощь нам придет интернет-сайт официальной Федеральной налоговой службы, налог.ру. Можно оплатить налоги, причем не только пользователям личного кабинета, это можно сделать, используя сервис «Заплати налоги». Он совершенно доступен, без предварительной регистрации, вот, значит, не выходя из дома, если вы подключены к мобильным банкам, значит, каких-то других кредитных учреждений, то никаких проблем, вы можете, в общем-то, в течение 10 минут сделать платеж и спать спокойно, как говорится. Спасибо вам за эти 10 минут. Если вы все-таки что-то не запомнили и не поняли, заходите на наш сайт город62.tv. Это была программа «Подробности». До встречи.